В эфире новости сейчас с вами Татьяна Некрасова. Здравствуйте. Сильный ливень с градом в эти минуты обрушился на столицу. Затопленными оказались некоторые улицы в центре Минска. Машины стали в пробках, приостановлено движение на МКАД. Синоптики предупреждали о резких сменах погоды. Грозы и шквалистый ветер сохранятся на территории всей страны в ближайшие дни. Стратегии отношений Беларуси и Китая, возможные проблемы развития индустриального парка Великий Камень и подготовка к предстоящему саммиту Шанхайской Организации Сотрудничества. Такие темы сегодня обсудил президент Александр Лукашенко с главой китайской дипломатии в нашей стране. Глава государства отметил, что Цуицимень – самый посвященный специалист Китая в вопросах двусторонней повестки и его позиция крайне важна для реального наполнения отношений и подготовки встреч на высшем и высоком уровнях. Также белорусский лидер подчеркнул стратегический уровень сотрудничества с КНР и готовность откровенно обсуждать любые вопросы. Мы очень близки, мы имеем стратегический уровень сотрудничества, этим все сказано. Поэтому я хотел бы, чтобы кое-что вы мне рассказали, что-то я вам расскажу, чтобы подготовить вот эти контакты на высоком уровне и высшем уровне, и они были продуктивны. Партнерство Минска и Пекина, общий проект «Великий камень», а также предстоящий саммит шанхайской организации. Посол Китая Цуицимень сегодня в проекте разговор у президента после панорамы. Еврокомиссия аннулировала действия санкций США против Ирана на территории ЕС. Европейским компаниям разрешили через суд возмещать потери от действия третьих лиц, выполняющих эти санкции. В качестве меры укрепления доверия Еврокомиссия продолжит усиление секторального сотрудничества с Ираном и оказание ему поддержки, в частности, в энергетическом секторе. Ключи от новых квартир получили новоселы столичного микрорайона «Каменная горка». Это многодетные, малообеспеченные и семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Такой социальный подарок руководство города приурочило к Международному дню семьи. В городе Минске количество детей-сирот значительно сократилось, поэтому Минский горосполком по квартирам, которые предназначались для детских домов семейного типа и по 20 квартирам, которые в настоящее время сейчас оказались невостребованы, обратился к главе государства с просьбой предоставить эти квартиры многодетным, малообеспеченным семьям. Сегодня только в Минске проживает более 14 тысяч многодетных семей. Их социальная поддержка – один из главных приоритетов нашей страны. Похоже, на имени Марадона собирается заработать не только брестский футбольный клуб, но и предприимчивые белорусы. В Инстаграм появилась матрешка с изображением знаменитого футболиста. Художник готовится к предстоящему чемпионату мира и в набор на футбольную тему решил включить матрешку Марадону. Это последние новости к этой минуте. До встречи в 19 часов.